Сотрудниками ОМВД России по Артёмовскому району была организована встреча со средствами массовой информации. Темой стало повышение информированности граждан о государственных услугах, предоставляемых ГУ ОМВД России по Свердловской области, в том числе посредством межведомственного электронного взаимодействия. ОМВД оказывает государственные услуги. Это приоритетное направление. Сейчас, согласно указу президента, оказание государственных услуг находится на постоянном контроле с учетом ежедневной работы в ходе оказания, с учетом поступающих предложений, замечаний. Данная работа усовершенствуется, принимается ряд решений по повышению качества оказания государственных услуг. Сегодня многие жители Артёмовского городского округа, наравне с сотнями тысяч россиян, научились пользоваться электронными услугами. Потому что это позволяет им экономить время и нервы. Ведь все функции собраны в одном месте. Работа адаптирована под пользователя. Так, зарегистрировавшись на портале государственных услуг, не выходя из дома, к примеру, можно получить разрешительные документы на оружие. Подразделение лицензионно-разрешительной работы ЛМВД России по Артёмовскому району оказывает государственные услуги как физическим, так и юридическим лицам. По вопросам лицензирования обращаются частные охранники и обращаются владельцы оружия гражданского для получения разрешительных документов. Государственные услуги оказываются как традиционным способом на печатных носителях принимаются документы, так и через сайт оказания государственных услуг. В целях сокращения очереди и в целях обращения, то есть дать возможность гражданину обратиться не только в приемный день, непосредственно на прием сюда, в органы внутренних дел, но и обратиться непосредственно в любое удобное для него время. Для этого и создан этот портал государственных услуг. Кроме того, пройдя регистрацию на сайте госуслуг, для граждан открываются такие возможности, как проверка и оплата штрафа в ГИБДД, регистрация транспортного средства, а также замена и выдача водительского удостоверения. Нашим подразделением осуществляется оказание госуслуг как физическим, так и юридическим лицам с помощью единого портала госуслуги. Чтобы получить данную услугу, услуги мы оказываем это выдача замены водительского удостоверения, выдача водительского удостоверения после экзамена, а также регистрация транспортных средств и прицепов к ним. Для получения услуги необходимо зарегистрироваться на портале госуслуги. Имеется такой портал. Преимущества, какие это сокращение сроков предоставления услуги, то есть уменьшение финансовых издержек граждан, уменьшение времени посещения нашего учреждения, а также исключение подокоррупционной составляющей в данном случае. Для получения услуги у нас имеется в отделении ГИБДД компьютер, если какие-то проблемы у граждан возникают, мы оказываем им помощь в регистрации на едином портале. То есть имеется телефон для каких-то консультаций 25297. Это телефон нашего подразделения. Отделением по вопросам миграции ОМВД России по Артемовскому району также предоставляется целый ряд государственных услуг. В настоящее время наша служба предоставляет 15 государственных услуг. Самые востребованные на сегодняшний день это регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту жительства и по месту пребывания, а также выдача и замена паспортов гражданина Российской Федерации. По этим госуслугам, а также первичный учет иностранных граждан можно осуществить не только в нашей службе, но и в многофункциональном центре нашего города, который расположен также по адресу улицы Почтовая, дом 2 на первом этаже. Помимо этого граждане могут получить госуслуги в электронном виде через сайты 66.mvd.rf, govm.mvd.rf, govsuslugi.ru и электронные адреса МФЦ Российской Федерации. В чем заключается суть? Гражданин должен зарегистрироваться на сайте госуслуг. Это можно сделать через многофункциональный центр нашего города. Затем вы заходите на вышеуказанные мной сайты, смотрите интересующую вас информацию и переходите на сайт госуслуг, подаете заявку. Мы эту заявку рассматриваем, назначаем вам время и в назначенный день вы приходите к нам. Если стандартный срок предоставления госуслуги по регистрационному учету российских граждан составляет 3 рабочих дней, то при подаче в электронном виде заявления в назначенное время вы приходите и мы в этот же день вам предоставляем госуслугу. Если вы подаете заявку на выдачу замены российского паспорта, стандартные сроки предоставления госуслуги 10 дней, если вы документировались ранее в нашем Артемовском районе, если вы документировались в другом районе, то срок предоставления госуслуги составляет 30 дней. При подаче заявления в электронном виде, если вы документировались в нашем районе, вы получаете госуслугу в течение дня обращения. Мы назначаем вам время, вы предоставляете оригинальные документы и через полтора часа вы получаете готовый паспорт. Что же касается вопросов по оформлению загранпаспортов через портал государственных услуг, то здесь существуют свои нюансы, разъяснила в РИО начальника отделения по вопросам миграции ОМВД России по Артемовскому району Оксана Самылова. На сайте госуслуг есть информация, что вы можете к нам обратиться по линии загранпаспортов. Объясню ситуацию. Многие граждане делают заявку на Артемовске, но заявка эта к нам не приходит, потому что сами паспорта мы не печатаем. Мы отправляем документы в работу в Екатеринбург, поэтому заявка уходит в Екатеринбург, и мы отследить ее не можем. Поэтому мое предупреждение, если вы хотите получить эту госуслугу, то вы ее можете получить только через нас, либо подать документы в многофункциональный центр. С помощью сайта госуслуг также можно получить услуги, предоставляемые Артемовской полицией. В частности, получить справку о наличии или отсутствии судимости. И сведения о проведении дактилоскопической государственной регистрации граждан РФ. Пройти процедуру дактилоскопии можно только в территориальных органах внутренних дел. Данная услуга нечасто требуется населению, однако мы рекомендуем пройти ее тем, чья работа либо увлечения связаны с угрозой жизни, а также тем, кто по возрасту или по состоянию здоровья не сможет сообщить о себе данные. Например, человек заблудился, не может сказать, кто он. Тогда для установления личности найденного человека полиция сможет просто проверить по дактокартам информацию, узнать, кто он, откуда он. После проведения заявителю о государственной услуге по проведению добровольной дактилоскопической регистрации заявителю выдается справка о том, что данная регистрация пройдена, оформляется она у нас на бланке органов внутренних дел. Чтобы получить справку о наличии либо отсутствии судимости, достаточно прийти к нам с паспортом гражданина Российской Федерации и заполнить заявление о выдаче справки установленного образца. Заявление заполняется собственноручно по месту обращения. Хотим обратить внимание, что данную услугу можно получить также и в электронном варианте. Для этого надо зарегистрироваться на сайте, на портале госуслуг. И если при обращении к нам срок изготовления справки составляет 30 дней, то через портал госуслуг данная услуга предоставляется в течение 15 дней. А также данную услугу можно получить в многофункциональном центре. Услуга оказывается по месту жительства. Не обязательно по месту прописки приезжать в другой город, где вы прописаны, и заказывать эту справку. Ее можно заказать в любом органе внутренних дел. Можно через сайт госуслуг и указать место, где вам будет удобнее данную справочку получить. Подводя итоги круглого стола, заместитель начальника отдела ОМВД России по Артемовскому району Сергей Бодров отметил, что регистрация на сайте госуслуг должна быть в первую очередь в интересах самих граждан. Оказание государственных услуг, получение государственных услуг через портал госуслуги, он, как ранее сказано, существенно сокращает время получения данных госуслуг. Так что в интересах граждан зарегистрироваться один раз и получать госуслуги, как у нас в ОМВД, так и другие государственные услуги, предусмотренные другими ведомствами. Все преимущества регистрации на сайте госуслуг неоднократно звучали в выступлениях представителей органов правопорядка. Но самое главное – это получение услуги напрямую, минуя посредников, которыми являются МФЦ и сами учреждения. В частности, по выдаче справок о наличии отсутствия судимости, это все мы направляем, соответственно, в информационный центр города Екатеринбурга и уже там в порядке очереди это все обрабатывается. Обращаясь же через сайт, они сразу получают эту информацию, сразу принимают заявку от граждан. Мы будем говорить, что МФЦ тоже посредний. Да, МФЦ тоже посредний. Значит, на прямую группу лучше обращаться на сайт всегда. Регистрация на портале государственных услуг – это прямая работа заявителя с той структурой, которая предоставляет услугу. Именно поэтому, собственно, и сокращаются временные рамки в ее получении. Тем не менее, есть те, кто совсем не на дружеской волне с компьютером, да и к интернету не питает особого доверия. Таким гражданам всегда готовы помочь в получении необходимых услуг непосредственно в ОМВД России по Артемовскому району.